Всем, всем, всем привет, дорогие друзья! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Загиров Иван, и мы играем The Elder Scrolls V Skyrim. Я играю на легендарной сложности, я играю за мага, играю за бретонца, и с первого моего прохождения играю только на легендарной сложности. Сейчас мы на острове, я подцепил дракона, потому что это тот дракон, который в прошлом видео меня убил. Я хотел вам показать пасхалку, друзья, и мы сейчас пойдем искать нашего квестового персонажа. И вот так вот я немножечко полетал, и сейчас даже попробуем повоевать. Ой, стой, это я огонек взял, нет, с огоньком будет, в принципе, поле видней. Давайте, но! О, он полетел, полетел, а видели стрела? Ну, в принципе, можно сделать магию чуть мощнее, например, взять разрушение магию какую-то, огненный шар, да, чтобы это было. И давайте попробуем прицел в гору. Оп, попаду-не попаду. Попал, слушайте, так можно целиться нормально, главное приловчиться вот сейчас туда. Ну-ка, попаду-не попаду? А нет, немножечко небольшой разброс есть, ну конечно, все-таки нас шатает, и нифига себе как шатает. Полетела стрела, вообще, нет, попал, все четко. Ладненько, друг, давай. Я посмотрю, где можно приземлиться. Господи, я всю клавиатуру обклацал и не мог нажать. Все. Полетали, я, как всегда, немножечко зафейлил, друзья. Ха-ха-ха. Ты не можешь командовать мой дед. Ты не можешь командовать мной вечно, вы слышали? То есть, то есть, там есть еще определенный кулдаун? Ха-ха-ха. Ладненько. Мы сейчас быстренько отправляемся в Воронью Скалу. Потому что писали мне, что я там могу встретить нашего квестового персонажа. Вот. И также нам нужно отправиться в стаю оборотней, потому что мы расправились с мишками. Мы их всех уничтожили. И как бы, как бы, по идее, там должно как-то развязаться квестовое продолжение, связанное с этими мишками. Насколько я понимаю. Потому что там что-то были, какие-то намеки, знаете, что вот эти вот оборотни мишки захватили ихнюю позицию. Или, видимо, они там жили. Может, теперь оборотни волки вернутся туда. Да, но это все так далеко и непонятно мне. И мне очень хочется узнать, чем это все закончится. И главное мне найти моего персонажа. Его можно встретить случайным образом. Или же, как вы мне писали, в Вороньей скале. Смотрите, там еще дракон летает. Или же по всему Скай... Ах, мужской Риму. Солстейму. По всему Солстейму. И я сейчас хочу его найти. Я, конечно, читал ваши пасхалки, где... Не пасхалки, а где его можно найти. Но я эти места не сильно знаю. И мне будет, наверное, проблематично его найти сейчас. Все-таки побегаем. Попробуем. Это квест родственной связи. Найти Торкильда. Торкильда. Маркер не показывает. То есть нам нужно бегать по Скайриму и искать его. Но эти стражники тут самой первой миссии отдыхают. Ой, смотрите. Ребята. Ребята, стойте. Мы пришли на юг, чтобы испытать себя в схватке с могучим Натчем. Хочешь присоединиться к нам? Ты думаешь, вы победите? Удачи. Удачи? Удача сегодня не имеет значения. Мы одержим победу. Или вернемся к всесоздателю. Хм. Суровый. Суровый, ребята. У меня же легендарный. Да, стоит легендарный. По-моему, уже этот квест выполнял. Или он тут бафнутый. Потому что... Состоящие морды! Не отступай! Понятно. Можно, в принципе, руну покачать. Почему бы и нет. И как раз покачаем разрушение. Прости, прости, друг. Ты просто... Ага. Еще живой. Ха-ха. Погнал только не туда, куда нужно. Ну ладно. Давайте, погнали дальше, друзья. Я надеюсь... Я найду своего оборотня. Сейчас мы отправимся вот сюда. Мне писали... По-моему, штук пять мест, где можно его найти. Я не запомнил, честно говоря, ни одного. И мне писало, между прочим, человек десять. Так что... Мне, как говорится, хоть спойлери, хоть не спойлери. Все равно... Кстати... Ха-ха. Я, конечно, красавчик. Бью огненное существо огнем. Конечно. Конечно, он получит дома. Сейчас. Нет. Тут нужно взять крик. Желательно безжалостная сила. И магию другую разрушения. Возьмем магию разрушения. Ледяной шип. И плюс нам нужно переодеться. Да, 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 да. Нам нужно одеть маску. Холодо. Заклинание. Холодо на 25%. Неплохо. Согласитесь. Очень неплохо. И он сейчас почувствует... Весь морозную боль. Что-то он вообще не чувствует, друзья. Ему, походу, пофигу. Абсолютно пофигу на этот лед. И он просто сейчас меня... Развалит. Если я... Так, 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 так. Спокойно, спокойно. По-моему, крик наносит больше дамага, чем я думал. Ладненько, пускай он с ним расправляется. А я дальше буду искать... Своего мишку. Опа. Что это за ребятки? Что это за маги? Ледяной волшебник. Ледяной волшебник. Ледяной волшебник. Так, заставь. Против ледяного волшебника, скорее всего, зайдет нормально. Так... Магия разрушения огня. И я обратно, друзья, переоденусь. Я одену опять маску свою... Озидала. Да. Ух ты, какой! Суровый, да? Ну, кстати, ледяной волшебник. Пользуется беретами. Не знаю, я и не пользуюсь. Береты для слабаков. Не, на самом-то деле, это очень круто. Ого, он перешел. Он хилится? Ничего себе! Он, короче, использует все, что можно. И он красавчик. Он мощно. У нас есть, ну, такая вот штука бонусная. Близко лучше к нему не подходить, потому что мы будем замедляться. Это нам вообще никак... О, нормально. Он сейчас еще раз отхилится и убежит. Ледяной волшебник-то. Короче, ладно. Сейчас эпические драки, друзья. Мне вообще не вариант. Я помню, тут встречал какого-то персонажа. Может, это тот? Хотя нет, вряд ли. Потому что... Нашего персонажа мы можем встретить только, скорее всего, после того, как мы выполним задание. Здесь я помню. Здесь я помню, это загадочное место. Тут у нас можно вот этих вот штук. И изумруды поискать, друзья. Да, тут изумруды. Мне камушки очень нужны. Я давно в каком-то видео писал, что я собираю драгоценные камни. Ой, бабочка, смотрите, какая прикольная. И изумруд добавлен. И мне золотая жила. Давайте золотишко тоже пособираем. И вечереет. Вечереет, друзья. Надо было все-таки прочитать ваши комментарии. Так бы я уже нашел того персонажа и выполнил квест. Нормально. Блин. Блин, блин, блин. Просто, понимаете, друзья, у меня вот такая вот дурная привычка. Те моменты, которые я не знаю, я стараюсь как-то не запоминать. Потому что мне всегда хочется найти все самому. Ну, знаете, это как пишут, там, это как спойлер. Но, с другой стороны, это не спойлер. Потому что я как бы его искал. Я же не знал. Я же вас попросил, в принципе, его найти-то. Вы мне написали все о подробностях. В каких локациях, видимо, в Вики было написано, в каких локациях он появляется. И если бы я вас послушал... Побежал бы по этим локациям, то, вполне возможно, я бы его уже нашел. Но... Не судьба. Ух ты, куда я такой забежал, что тут такая... Оп, тут пригуны. Нормально. Они сейчас меня дамажат. Конечно, что я сделал защиту. Так бы отнял несколько раз больше. Вполне возможно, этот персонаж находится где-то здесь налегко. Потому что... Это Кагрумес? Или что это? Ну да. Это у нас Кагрумес. Тут мы можем получить в напарнике уникальную двемерскую сферу. Или уникального паука-напарника. Но это будут не просто напарники. Это мини-напарники будут, друзья. Блин, да ладно. Я сегодня хотел вам выполнить этот квест. Побежать к тому племени. Узнать о продолжении. Вот где-то племя, алтарь. Нет. Вот. Морозный утес. Наверное, сейчас сделаю паузу. И просто-напросто посмотрю, где вы мне писали. Потому что времени у меня сегодня совсем чуть-чуть. Вот, смотрите. Давайте сейчас со всеми пообщаемся. И мне кажется, будет какое-то продолжение. И снова здравствуй. Добро пожаловать, брат. Ты живешь здесь? С самого рождения. Мои родители были в стае, еще когда вожаком был отец Майни. Когда они умерли, Майни и Акара пекали меня, учили охотиться. Мне до них далеко, конечно, но я стараюсь. Тебе не приходило в голову перебраться в город? По-моему, это уже было все. Зачем? Ты же знаешь, как они там живут. Спрятались за стенами, дрожат перед каждым пепельным прыгуном. Перед каждым нечем. Нет уж, спасибо. Мне тут больше нравится. Вольная охота, вольная жизнь. По-моему, диалоги у них рикнулись обратно, друзья. Ну ладно, я сейчас пообщаюсь все-таки. В чем дело, щенок? Ты тоже в этой стае? Пока что. Моя стая жила в горах к северо-востоку отсюда, пока их всех не перебили. Проклятые медведи-оборотни. Майни предложил помочь мне вернуть территорию. До тех пор я буду охотиться с ним. А потом посмотрим. Так я их перебил. Кто ты? Акар, брат Майни. Я охочусь. Он говорит. Пойди поговори с ним. Ты охотник? На оленей, саблезубов. Мне скоро на охоту. Иди приставай к Майни. Мы убили тех оборотней, но все равно, друзья, ничего не... Приветствую, брат. Да, Вервольфы. Да. Ты его знаешь не хуже нас. Мой отец был таким же. И его отец тоже. Попадаются. Кто отбился от стаи, кто любит охотиться один. Но настоящих стаи... Вот. Посмотри. У него остались кольца, друзья. У него остались кольца, которые мне нужно купить. О, давайте вот это вот купим еще. Отлично. Красноречие 59. И можно, конечно, попытаться ему что-то продать. Но мы особо ничего не можем продать. Доброй охоты. Ничего не произошло. Я-то думал, после убийства тех оборотней медведей... Они скажут, о, классно, друг, ты там освободил нам место, территорию или что-то в этом роде. Жертва. Да, друзья. Да, да, еще раз. Да, скорее всего, мне нужно будет отправиться... За вашей помощью и... Все-таки найти его побыстрее. Хотелось бы. Очень-очень-очень хотелось бы. Потому что я сегодня хотел еще пасхалку вам показать, которую реально мы нашли. Реально нашел Иван Северин, но мы вместе ее разгадали. И я ее так и не показал вам в прошлом видео. И, блин, хочу. Хочу-хочу-хочу. Этот квест я хочу выполнить. Но если я так буду искать, это, знаете, чисто так спонтанно. Если бы я это задание выполнял в самом-самом начале, то еще ладно. А так... Так, ладненько. Секунду. Так, друзья. Ну что ж, мне подсказали, что можно найти его возле душной шахты. Такой, где эта душная шахта? Вот. Давайте отправимся туда. Мне ребята вот написали. Я реально сейчас воспользовался вашей подсказкой возле душной пещеры. Мне еще телефон начал включить, я нормально не могу смотреть. На берегу. На берегу. Ладно, сейчас посмотрим здесь. Скорее всего, здесь он может появиться, но не факт, потому что он появляется рандомно в разных, в разных позициях. И я попробую сейчас найти. О, привет, привет, привет. Я, ребят, вообще не хочу, чтобы меня сейчас убивали. Так что, от винта. Так, тут у нас бандиты. Я страшно боюсь бандитов, особенно если я не подготовился, и я начинаю паниковать. Ну все нормально вроде. Привет, друг. Мана не хватает. Сейчас, подожди. Сейчас, 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 сейчас. Сапожки, конечно, подойдут. Уникальные сапожки-то. Нет, дружок? Ладно, ты с ним справляйся, а я пошел сейчас с лучником. Справлюсь. Ну где что, да, малыш? Что ты будешь делать? Сейчас посмотрим, что я буду делать. Немножечко восстановим манну. О, заклинание, разрушение сильнее на 24 процента. Получай. Больно? Готов. Готов, 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 малыш. И... Давайте с этим тоже разберемся. Нормально. И полетели. Гори ясно, друг. Ох, просто гори. Так, и... Вот, вот она, душная пещера. И там, кстати, еще один противник остался. Вот наша душная пещера. И здесь на берегу... Может, это он подсвечивается? Там вон дерутся кто-то. И я не пойму кто-то. Может, это как раз тот наш оборотень? А ну, пойдемте посмотрим. Давайте сохранимся на всякий случай. Блин, жарко. Вообще, я мокрый, друзья. Жестерия будет не сильно большая. И... Серьезно, серьезно. Я просто хочу... Вот он, друзья. Мы его нашли. Спасибо. Спасибо, что написали мне. Вот он. Торкильд, друзья. Вы слышите? Я... Такие звуки, как будто паук. Ну, ладно. Давайте. Ты в порядке? Эй, друг. Мы же друзья. Мы друзья, да? Нет, он не хочет дружить. Он... Вы видели там второй диалог? Там можно было спросить за брата. Может быть, если бы я сейчас спросил за брата, то мы сейчас устроим файт. Ну... О, бог ты мой. Вы только посмотрите. Это... Это просто шедеврально, друзья. Я... Я такого еще не видел. И при себе. Дайте я сделаю подсветку. Ой, прости. Прости. Я не хотел. С тебя довольна. Кто? Жажда небес. Все создатель хранит ночь. Он слышит зов кровавого праха. Он уже превратился или как? Короче, да. Он уже превратился. И мы тоже будем пробовать превращаться. Надеюсь, во время превращения нас не бьют. Давай. Да, как мне писал подписчик, оборотни самые-самые уязвимые тогда, когда они превращаются. Да, эта анимация просто делает их мега-уязвимыми. Но это глюк. Это просто шедеврально. Пять с плюсом. Просто невероятно круто. Вы просто посмотрите. Ага. Ага. Все, погнали. Этого растердила. Таланты. В зверя. Я тоже так могу, друг. Я тоже так могу. Ну, ты будешь превращаться? Ну, давай. Привращайся. Не, ну я так не могу. Ну, что это такое? Нет, это наш самый жесткий бак, который я встречал, друзья. Ну, посмотрите. Не, ну я не могу так. Ну, это нечестно. Я не знаю. Это просто нечестно. Только не пойму, почему. Почему он... Такой глюкнутый, когда... Я не знаю. Может, это какой-то сейв такой бахнутый. Это невероятно весело. А, вот он нормально превратился. И сейчас он превратится, так что все будет хорошо. Таланты. Наконец-то. Превращаемся в зверя. Давай, друг. Ну что, ну что, ну что, ну что, ну что. Да? Не, ну один на один, слушай. Ты вообще мне... Не соперник. И... Это будет просто истребление. Куда он делся? Он как-то залетел. Но вот эту вот гору, друзья, я не знаю как. Он он. Он он, смотрите. Вы видите его? Он он, маленький. В небе застрял. Что происходит? Ха-ха-ха. Что? Что это вообще такое? Я не понимаю. Я вижу его. Подождите, подождите. Сейчас, сейчас. Где? Вон он. Он он, он он. Ха-ха-ха. Что это вообще такое? А-а-а. Скайрим. Это ж он? Я не знаю. Что это, друзья? Ну, да, это он. Смотрите. Ха-ха-ха. Бешеный Скайрим, друзья. Просто бешеный Скайрим. И... Ладненько. Давай его просто убьем. Без Вервольфа. Потому что с Вервольфом это какая-то крылья мания происходит. Кто? Жаждане. Они не могут толковать неявные сноги. Ну да, суровый. Ого. Эй, эй, стой. Дружочек. На него... На него не действует стан? Да, друзья? Его не парализует. Его не парализует наша перка. Ничего себе. Вот это да. Мы можем просто... Убегать в воду. Ого. Вот это да. Ладненько. Будем тогда использовать крики. Безжалостная сила. Иди сюда, малыш. Давай без глюков. Ну, это работает. Это работает вообще без проблем. И мы нормальненько его сейчас поджарим. Ну, тут надо просто прятаться в воду. Он просто с одного удара меня уничтожит. И... Говорится... Качаем разрушение, друзья. Ой-ой. Ой-ой-ой. Подожди. Не подходи ко мне ближко. Страшно. Реально страшно. Руны. Спокойно. Кто? Жаждане. Они не могут толковать неявные сна. Надоел ты мне. Пофиг на глюки. Пофиг на все. Предметы. У меня есть одежда. У меня есть кольца. Давайте оденем. Вот. Которое увеличивает атаку. Но также... Блин. Я, наверное, не успею превратиться. Потому что я сейчас начну превращаться в зверя. Он тоже начнет... Он подбежит и просто меня быстро уничтожит. Тут анимация. Давай быстрее. Быстрее. Меня убивают. Это какая-то крылья-мания, друзья. Нужно работать быстрее. Да. Когда мы кольцо одеваем, то и урон... Они не могут толковать. Вот. Все. Он сейчас начнет превращаться. Я быстренько, быстренько, просто пулей беру вот это вот кольцо. Захожу в навыки, в таланты, призыв зверя. И тоже превращаясь. Тоже, тоже, тоже. Ты не успеешь, дружок. Не успеешь. Малыш. Поехали. Просто мясорубка. Вы посмотрите, какой колоссальный урон он наносит. Давай. Иди сюда. Ты куда? Куда ты, мой маленький? Умер. Все. Ну что ж, мы благополучно его скушаем. Наконец-то мы выполнили это задание, друзья. Может... А, нужно же, наверное, посмотреть. У него записка какая-то была. И давайте немножечко подожду. Пускай время пройдет, и мы превратимся опять в человека, чтобы можно было взять лут, который у нас здесь. Все. Да, письмо Торкельда к Вульфу. Вот теперь, наконец-то... Ух ты, головной убор, какой модненький такой. Такое можно было взять в первых левелах. Да, давайте его обратно одеваем. Блин, опять там я селищу дракончика. Таласа нет. Дукана нет, нет, нет. Нет, кольцо... Нет, жажда, жажда. Не, мы просто увеличиваем немножечко перчаточки наши, одеяние разрушения и, конечно же, сапоги тишины. Теперь мы быстро отправляемся в деревню. И можем потому, что рядом находятся враги. Дракон вылетел, друзья. Офигеть, жара. Я просто-просто плыву. Голова вся мокрая, друзья. Может, теперь хоть, может... Может, может, может... Ну, давай. Да. Да! Есть! Я этот квест вообще ни разу не выполнял. Ни разу. И знаете, как круто, когда ты выполняешь этот квест впервые? Это... Пофиг. Даже если это какой-то, знаете, такой маленький-маленький. Вот эти вот мишки, три мишки, это, видимо, просто... Они ничем не связаны и... Блин. Минуточку внимания. Подождите, у меня опять что-то зависло. Хотя нет, все хорошо. Ну что, друзья. Давайте. У меня письмо от твоего брата. Точно. Это его рука. Похоже, что я был прав. Его это увлекло. Где тебе удалось это найти? Он стал медведем-оборотнем. Я... Я понимаю. Такого существования я бы никому не пожелал. Надеюсь, это была быстрая смерть. Ну, почти. Для того, каким он стал. Хорошо. Спасибо. Теперь я могу успокоиться. Надеюсь, все создатели в ином мире с милостивицей. Угу. Стрельба. Блокирование поднимает. Услуга за услугой. Одноручное оружие поднимают. Ничего себе. Он перки нам поднял. Тяжелая броня. Ого. Нормально. Ничего себе. Я считаю, это очень ценно, когда поднимают перки. Класс. Ну что, друзья. Давайте же вам за эту пасхалку расскажем. Господи. Так. Нам нужно лететь вот сюда. Да. Да. Там будут драурги. Да. Нас могут убить. Мы попробуем его приучить. И сделать так, чтобы нас не убили. Мы будем стараться. Господи. Вы, наверное, видите мою лысину, да? Какая тут так. Ладненько. Быстро. Быстро ориентируемся. Тут лучники. Тут просто меня могут сейчас разбомбить в 3 секунды. Ой-ой-ой. Куда мне бежать? Да. Все. Начали в меня стрелять. Все хорошо. Дракон. Где дракон? Где дракон? Он есть? Нету? Нету. Не знаю. Я ее не понимаю. И что ж. Нам нужно вот сюда забраться, друзья. Как-то наверх. Нет. Это не вход. Ага. Вот. Там уже маг. Все нормально. Все хорошо. Все как всегда. Конечно. Я кастую защиту. А ты просто отстань. Просто отстань. Дракон, который может сейчас меня уничтожить с одного удара. Второго пробегаем. Третьего. Вот этот меня убил. Гад. Отвали. Тут, кстати, лод неплохой, который мы в прошлый раз попытались забрать. Ого. Жрелья. Хватки. Атака дверечного оружия на 40%. Бои сни. Отлично. Вот, друзья. Нам нужно забежать на эту гору. На эту. Это уже 100%. Видите? На карте высвечиваются маркер. Сейчас. Если, конечно, нас не убьют за это время. И я сейчас попробую все же на нее забраться. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Есть! Есть! Мы ее открыли. Пик Фрукт. Пик Фрукт. Это локация секретная. Это пасхальная локация. Это одно из трех мест. Самых-самых высоких на острове. Друзья. Теперь у нас доступно быстрое перемещение. Ее можно открыть только если мы заберемся наверх. Спасибо Ивану Северну, что он мне подсказал. Мы нашли вместе. Также ему хотел давно сказать спасибо за вот этот вот брелок. Прикольный, который он мне сделал. Посмотрите. Такой брелок кота, который сделан из металла. Такого вот толстенького. Не знаю. Поближе попробую вам показать. Вот такой вот. Ну реально очень круто. Большое тебе спасибо. Друзья. Если вы тоже что-то такое можете делать, присылайте мне. Если что, пишите в личку. И я буду очень рад. И буду показывать своих видео. Даже сделаю какую-то рубрику. Какой-то стенд. Не знаю. Что-то в этом роде. Но было бы очень круто. Все, друзья. Все, все, все. Всем огромное спасибо, что смотрели, как я потею. Мы нашли эту пасхалку. Можете почитать вики про нее. Ну, это реально круто. Реально круто. Пикфрукт. Круто, что мы находим еще какие-то пасхалки здесь. Это просто мега-мега круто. Все. С вами был канал Мистер Кэт. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если вам понравилось это видео, порекомендуйте его друзьям. Ссылочка в соцсети ниже. Поверьте, это мне невероятно помогает. Все. Спасибо, друзья, что смотрели. Всем добра и счастья. Играйте в Skyrim. И вы всегда найдете что-то новенькое для себя. Всегда. Все, друзья. Всем пока.